Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Разберем с вами задание под номером 931. Нас просят написать 4 последовательных целых числа, большее из которых известно. Итак, в первом случае. Давайте запишем неравенство, которое описывает все эти числа. Итак, минус 8 – это наибольшее число данного неравенства. Значит, все остальные числа будут меньше. Но чтобы минус 8 тоже удовлетворяло этому неравенству, мы ставим знак нестрогий. Меньше или равно минус 8. Нам известно, что наши числа целые. Что мы знаем про целые числа? Это все натуральные числа, противоположные им числа и число 0. Итак, х – это целые числа. Нам нужно написать 4 таких числа, зная, что наибольшее из них – минус 8. Минус 8 – это отрицательное число. Про отрицательные числа нам известно, что чем больше модуль, тем меньше число. Следующее последовательное число после минус 8, но меньше него – это будет число минус 9. Модуль у него больше, значит число меньше. Следующее число – минус 10. И последнее четвертое число – минус 10. Минус 11. Вот такие 4 последовательных числа. Минус 8 из них – наибольшее, потому что у минус 8 – наименьший модуль. Следующее задание по цифре 2. Мы знаем, наибольшее число – это 0. Значит, все остальные меньше. Итак, неравенство, которое описывает все числа, которые меньше 0, но при этом 0 является из них наибольшим, это неравенство х меньше или равно 0. И опять же, х мы будем искать только среди целых чисел 4 последовательных числа. Итак, первое число, наибольшее мы уже знаем, это 0. Меньше чем 0 – только отрицательные числа. И наибольшее из этих чисел – минус 1. Далее будет число – минус 2. И четвертым числом будет число – минус 3. Вот мы записали 4 последовательных числа. Все они меньше или равны 0. Наибольшее из них число – 0. И последнее задание. Эти числа должны быть меньше 3, а 3 должно быть из них наибольшее. Значит, это числа, которые меньше или равны 3. Это должны быть все целые числа. 3 наибольшее. Меньше чем 3 у нас число 2. Дальше последовательно меньше 2 – число 1. Натуральные числа закончились, но меньше единицы есть целое число 0. Все, мы справились с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео, а также заходите в наши группы в соцсетях. Спасибо. Спасибо.